Всем привет! На часах ровно 11, нет, 10-9. Ну, в общем, уже вот-вот. И вообще обычно всегда дают пару минут на то, чтобы подтянулись опознавшие, да? Но мы любим что-то все вовремя начинать, поэтому сегодня мы начнем вовремя. Начнем с того, что я хочу немножко вас познакомить, хотя я вижу много знакомых лиц в зале. Но, тем не менее, хочется познакомиться, немножко рассказать, кто вы, почему мы взяли на себя IT сегодня. В общем, начнем с того, что мы называемся Rosemary, и мы студия разработки мобильных приложений. С 2010 года мы создаем нативные мобильные приложения под платформой iOS и Android. И в команде нас 25 человек, мы все находимся в одном офисе в Омске. И большинство из нас выросли внутри компании как специалисты, в нашей команде есть спецы по каждому направлению разработки. То есть это отряд бравых парней iOS-разработчиков, это мощный отдел Android-разработки, это наши дизайнеры, которые творят чудеса, это наш отдел бородатых бекендеров, тестировщики, без которых бы вообще ничего не получилось. И очень сильный менеджерский состав, который, хотя даже, наверное, локомотив, который, в общем-то, везет нас к отличным результатам. Наши клиенты – это преимущественно иностранные стартапы, с которыми мы строим партнерские отношения. Клиент приходит к нам с идеей, а мы уже делаем все остальное. И на собственном опыте мы убедились, что получить реально хороший, качественный продукт можно только если полностью сделать его самостоятельно. Поэтому мы сами собираем требования, мы сами проектируем интерфейс, мы сами пишем код, тестируем и публикуем его уже в магазин приложений. Что я еще хотела сказать? Ну, также мы занимаемся мобильным приложением, да, как я сказала, и они у нас такой абсолютно разной направленности, поэтому мы уже смело владеем технологиями фото-видеообработки, геолокации и различных чатов реализации, и мобильных платежей внутри приложений, покупки и так далее. Сейчас, для того, чтобы вы сориентировались, чего же мы делаем, я покажу несколько примеров, очень быстро. Например, приложение Splitpick. Это приложение для создания различных коллажей, совмещая несколько изображений. В общем, оно было один из первых в своей категории в App Store, это было в очень далекое время, и уже тогда забоевало любой пользователь, а сейчас их насчитывается уже более 50 миллионов, и мы с удовольствием это приложение до сих пор поддерживаем, не так давно выпустили поддержку Apple Watch, поэтому этим приложением, условно, гордимся, оно неоднократно было за фичеринг на Apple с каждым новым оттенком. Еще один пример, а, нет, вот, здесь, да, можно посмотреть, что обычный пользователь делает с помощью Splitpick'а, и публикует это в сеть, очень прикольные всякие вещи. Приложение Tract, это из категории музыка. Это такая студия звукозаписи в мобильном телефоне, позволяет музыкантам создавать собственные треки, искать соавторов для своих композиций. Приложение является таким хорошим профессиональным инструментом для музыкантов, и помогает им пройти путь от идеи до полноценной песни. Приложение создано с подачей лондонской студии звукозаписи, и уже сейчас стало таким хорошим инструментом для продюсеров в поиске новых звезд, талантов. Ну, в общем, клево, тоже, видите, оно было зафичерено в первую же неделю выпуска. Приложение из категории бизнес, да, я вот не соврала, когда сказала, что приложение нам равенненаправленности. Это приложение для работы инвесторов, которое помогает им принимать их бизнес-решения какие-то. Приложение выпущено буквально вот-вот, да я даже не помню, уже залито или нет. Но, собственно, именно на примере этого приложения сегодня наша iOS-команда будет рассказывать про то, как они боролись с Вайкером. И еще один пример. Приложение CinePib, именно на примере этого приложения. Сегодня Android-команда сразу после меня будет рассказывать про Android-медиафрейммах. Приложение уникальное тем, что в нем соединяются фото, видео, аудио, данные. И это действительно уникально, особенно для Google Play. Что еще? Вконтакте. В общем, да, я не соврала, сказав, что у нас вообще довольно много уже успешных приложений. Бессловно, мы гордимся. За 6 лет был выпущен целый ряд. Неоднократно они были запечатлены Apple, попадали в рейтинги различных популярных изданий. Мы всегда очень радуемся. Публикуем это, кстати, в нашей группе ВКонтакте. Поэтому, если вам интересно узнать про нас в подробности, закрепите, смотрите. Мы этим всем с удовольствием делимся. Ну, наверное, все. Я не помню, я сказала ли вначале. Меня зовут Женя, менеджер Розви.